В Баку открылся аэрокосмический и технологический фестиваль Технофест Азербайджан. В первый день фестиваля организованы различные авиашоу и аттракционы. Турецкие истребители выполнили фигуры высшего пилотажа в небе над Баку, вызвав большой интерес у жителей азербайджанской столицы. Авиашоу, выставки, развлекательные аттракционы, демонстрации азербайджанской и турецкой авиатехники. В Баку стартовал крупнейший в мире фестиваль авиации, космоса и технологии Технофест Азербайджан-2022. По словам организаторов, ежегодно на площадке проведения фестиваля Технофест они испытывают волнение, которое сегодня многократно возросло в Азербайджане. Две братские страны объединяют усилия на пути технологического развития. Организаторы надеются, что данная площадка откроет новые возможности для развития технологий в Азербайджане. Ведь, как отметил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанг на церемонии открытия, Технофест это не только фестиваль, но и показатель братства Азербайджана и Турции. Мы здесь, чтобы рассказать молодому поколению братского азербайджанского народа о возможностях турецкой гражданской авиации в рамках технологического фестиваля. Чтобы стать пилотом, согласно международным стандартам, достаточно закончить лицей, иметь среднее образование. Однако для повышения квалификации авиакомпании, конечно же, требуют иметь высшее образование, владеть хорошим уровнем английского. Международный фестиваль авиации, космоса и технологии, которые впервые проходят за пределами Турции, Баку принимает с 26 по 29 мая. Проводится он Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время продакшн-офис Технофест работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов. С большим интересом и воодушевлением мы готовились к этому фестивалю. Азербайджанское государственное агентство по оказанию услуг граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана служба Асан представлена на фестивале вместе со своими структурами. Вот, например, позади меня расположен стенд службы Асан. Также радио Асан создал здесь свою небольшую передвижную студию. Вещают о ходе фестиваля прямо с места событий. О важном значении высоких технологий для защиты независимости стран, беседуя с гостями фестиваля, рассказал и технический директор турецкой компании Байкар-Макина Сельджук Байрактар. По его словам, даже в самые трудные дни азербайджанские и турецкие народы всегда были вместе. И, естественно, первой страной, где Турция проводит Технофест, стал Азербайджан. Молодые поколения братских стран в рамках фестиваля покажут всему миру, на что они способны, подчеркнул Байрактар. Эльнара Алиева, Альбина Абдурахманова, Мирджавид Эминоглу, Сибиси.